всем добрый день дорогие друзья уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы все зрители youtube канала брокера маркетс на связь михаил ричер и сегодня у нас в рубрике открытый микрофон разбор сделать и анализ рынка разберем основную ситуацию на рынке что сейчас происходит куда двигается фондовый рынок куда двигается валютный рынок какие у нас сделки были на этой неделе и что ожидается на следующий ну и соответственно может это даже по торгуем потому что сигнала пока вырисовывается и по невероятно будет сильное движение на следующей неделе собственно откуда движение может взяться а это движение может взяться из-за того что выходит очень много важных новостей сейчас я покажу 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 вот частности на данные по инфляции это раз по играть и в сша играть и в еврозоне британии в новой зеландии кстати новой зеландии данные вообще выходит раз три месяца потом данные по и на и по промышленному производству данные по по всем странам при том что промышленному производству поэтому это все самые такие важные экономические показатели так как во-первых промышленное производство показывает нам насколько выросла выработка тех определенных товаров и услуг во время товаров больше со стороны производства а инфляция нам показывает насколько выросли потребление и насколько люди готовы больше тратить денег из насколько они больше потратили соответственно если мы видим просто инфляции если мы увидим рост промышленного производства это все приведет тому что фондовые рынки продолжат дальше расти хотя они и так обновляют максимум вот если мы посмотрим на фондовый индекс это это фонда 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 динамику индекса нас так 100 мы видим что он просто растет обновляет максимум с каждым днем все выше и выше и выше в то же время реальность это тоже индекс s&p 500 находится видим в диапазоне и сильно не растет это говорит о том что с одной стороны компании реального сектора на данный момент уже не имею такой тенденции к росту как раньше то есть они постепенно выгорают постепенно находятся на грани банкротства а в то же время облачные технологии технологии разного разного рода другие эти технологии они нам бы наоборот сейчас растут и набирают набирают обороты особенное внимание можете посмотреть на компании которые занимаются облачными технологиями это и телефон скай это фон скай 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 вода cloud technology видим с момента с марта месяца с корона кризиса если бы даже там средние нижние значения то на данный момент они выросли на 71 процент и 2 это фонд клава называется он это же клавка компьютер как видим он вырос тоже с марта месяца на 83 процента то есть как видим основной основной динамику рынка сейчас задают конкретно облачные технологии облачные вычисления это такие компании как microsoft google amazon три основные крутые компании которые ближайшее время будут на коне и постепенно постепенно будут расти даже несмотря на то что у них уже капитализации у некоторых даже превышает 1 триллион долларов далее то есть чего же ждать это на следующий если это если инфляция вырастет если промышленное производство вырасти таком случае продолжится дальнейший рост фондового рынка и дальнейший рост компании но на следующей неделе даже начинается и сезон отчетности и в итоге в зависимости от того что будет происходить как будут отчитываться компании в частности не то как они отчитаются второй квартал потому что это уже плюс-минус инвесторы посчитали а вопрос там какой прогноз будет на будущий квартал так как это более важно и в зависимости того какой будет прогноз на следующие кварталы от этого и будет уже строиться дальнейшие оценки компании и если прогноза будут положительные и лучше чем ожидаю рынок в таком случае компании продолжат свой рост и начнут очень круто расти противном случае будет сильное падение вот на целом как я вчера писал писал у себя в фейсбуке можно вечно наблюдать за двумя вещами первая вещь это только прокрутятся американские компании вторая вещь это то как растет график индекса s&p 500 у нас так 100 вот то есть видим несмотря на банк рост за счет того что идет помощь со стороны фрс фондовый индекс это студии пока нет какие-то сверх сильно сигналов на падение именно с технологического сектора реальный сектор будет падать реальность это в ближайшее время мы увидим череду банк рост дефолтов и рефинансирование поэтому готовимся к тому что будут шатания на фондовых рынках но это все приведет следующим любая волатильность на фондовом рынке приведет к тому что будет укрепляться американский доллар потому что он является валютой основной резервные валюты валютой убежище можно его так назвать потому что фактически это мировая валюта куда куда инвесторам укладывая свои деньги и случае вернее особенно в случае если есть какой-то кризис поэтому на следующей неделе у нас практически всех идите в целл единственное что сша бай вот и валютная матрица нас будет выглядеть следующим образом делаете паузу смотрите собственно смотреть на что нас на то что американский доллар рассматривается большую покупку чем продажу по отношению к другим валютам на ближайшее время так а теперь проходимся по нашим сделкам на прошлой неделе при на этой неделе я позакрывал некоторые сделки в частности закрыл сделку по евро доллару видите прохи как оказалось потом практически на самом максимуме данный момент евро доллар торгуется в канале поэтому ждем собственно выхода из этого канала по данной сделке было заработано 102 пункта что по 4 знаку 1200 2020 пунктов по 5 знаку что принципе очень даже неплохо то же самое по фунту часть мы были закрыли еще на прошлой неделе остальную часть я закрыл сейчас 257 пунктов за 2 недели я думаю очень даже неплохой неплохой заработок поэтому если вы еще в этой сделке тоже можете уже его постепенно закрывать целом take profit вот здесь немного не дошли я решил выйти потому что уже были сигналы на то что американский доллар будет укрепляться дальше доллар франк по доллар франку на данный момент у нас тенденция большего вес чем вниз в принципе я бы его даже рассматривал больше на покупку но пока сильно сигналов нет поэтому поэтому будем ждать дальше доллар иена сделки мы сидим но пока понятное дело на фоне падающего фондового рынка и она как обычно нас тоже падает или это падение еще может продлиться поэтому сейчас его я бы и не покупал и не продавал вот когда появится новый сигнал я его буду откупать поэтому пока ждем и эту сделку я тоже пока прикрывать не буду новозеландский доллар генов ровно в канале поэтому тут не заходим сделку сзади везде находимся на самых максимумов теоретически здесь даже есть сигнал уже больше на продажу чем на покупку есть четко отрисован поэтому можем новозеландский доллар попробовать продать 0 0 5 объем у нас и заходим на продаж далее доллар канадец нормально растет пока тенденция вверх take profit поставлен сигнал нормально сидим ждем а у 2 находимся в канале да тут тоже как и nzd и usd скорее всего пойдет снижение но сигнала как таково нет поэтому ждем аутка хочется конечно продать но всем прекрасно знаем какой коварный аутка поэтому тут сделку заходить я не буду тем более что канадец больше рассматривается на продажу а у франк ровно по флете собственно как нам и показывает валютная матрица аудио все во флете видите все кроссы во флете находится аутенция та же самая картина надо франк то же самое сильный флэт пока ничего не делаем как иена флэт франк иена флэт так евро а вот по евро ауду мы зашли уже сделку видим сейчас тоже во флете она торгуется но общая тенденция больше вверх чем нет поэтому ждем когда в следе сильно упадет чтобы евро а евро а он хорошо вырос далее еврокат флэт ничего не делаем евро франк та же самая картина пока вы флэте ждем евро фунт пока тоже сигнала как таково нет ждем евро иена широкий флэт ждем евро nzd вот тут вырисовывается сигнал на покупку но тоже это больше флэт ему и не могут так долго долго раз торговаться и потом плавно плавно снижаться поэтому это я пока не захожу тем более мы не зашли еще зону покупки по глобальным макро уровням далее фонд аудэ наконец-то пошел нашу сторону наконец начинает двигаться вверх не начинает собственно приносить какую-то прибыль тенденция общая наверх поэтому ждем в это в этой сделке будем сидеть скорее всего же до конца лета поэтому сидим и не паримся фунт фунт канадец пошел наверх но пока сигналов к ты хоть нет поэтому ждем фунт франк та же самая картина широкий флэт ждем фунт иена четко во флэте ждем фунт нзд тут тоже тут вырисовывается неплохой сигнал на покупку я думаю что мы его будем скоро времени покупать но после такого сильного роста и пусть ножка раз торгуется и после этого зайдем в сделку дальше нзд кат пока ничего мы уже слишком сильно выросли доллар рубль шикарно пошел нашу сторону тенденция дальше еще наверх будет но я пока пока сигналов к таковых я не вижу вообще подумал доллар рубль 73-75 это та цена которая будет золото нас ведь обновила максимум тоже все пошло четко по нашему плану сейчас я думаю она будет во флэте но в целом две тысячи по золоту мы вполне вероятно можем увидеть дальше bitcoin торгуется около 10000 и это движение тоже думаю будет где-то до конца лета если пробьем отметку 10000 в том случае вылетаем очень круто вверх дальше нас так видим уже снижается может быть какое-то коллекционное движение но помните я не захожу на продажу в фондовый рынок пусть фондовый рынок упадет и лучше его купить по дешевке чем заходить на продажу и риск и рисковать всем то же самое смп 500 несмотря на то что вы рисуете хорошие вроде как падение пусть упадет лучше его купить когда все грохнется чем по дешевке чем продавать непонятно это дорого или дешево потому что тесла тоже все думали что 800 долларов это очень дорого тесла сейчас стоит полторы тысячи так ну и не до страха понятное дело сейчас будет расти я думаю что он еще подрастет как минимум на обновление вот этого максимум так как при падении фондового рынка всегда страх увеличивается в людей что такое страх это волатильность опционов пут их начинают покупать спрос возрастает соответственно цена их растет волатильность возрастает и в результате данный индекс тоже резко увеличивается вот поэтому ожидаем что страх все-таки будет большой и сильный сильный всплеск пойдет наверх вот собственно на этом не все сделки мы разобрали на следующую неделю больше рассматриваем на покупку американского доллара готовимся к возможному падению после сезона отчетности даже не то что после можно даже еще и во время сезона отчетности в зависимости от того как будут отчитываться первые компании но я собственно успеха побольше профита в торгуете инвестируйте зарабатывайте и будьте успешными